Вчера в эту пору не спал еще, и что возился с ней, с ней уснешь, как же, у ей тики-то вон какие, огроменные, с ней поспишь. Я уж не знал, что делать, Миша съей, и едок, и так, не дает и все, молока-то, корова-то моя, попух летиткий, дергается, брыкается, не доится, то ли съела что, то ли выпила, с кем, завтра Квинтинару сводим ее. Может, это, отремонтируем? Ху ты, господи, ежики колющие, ой, свербит, как у нас тут, надо же, ой, перебросил сотки нончи я, с порошком-то, ага, хороший завезли-то, новый, свежий, прям, кокаин. Я говорю, какая интересная штука-то получилась. Ну, он стираться задумал, полез на полку-то за порошком, да полпачки на себя прям просыпал. Кинулся, Миша побежал, слышь, смыл все, глядь, родимого пятна нету, то ли порошок с отбеливателем, то ли пятно неродимо было. Ой, ой, умаялся сегодня. Как лягу прям это все в башку, лезут и лезут эти перья от подушки везде, тыкаются, шикотятся. Тебе-то я хорошую дал, пуховую, но ей не заметишь, как уснешь. Эта подушка-то для торжественных случаев. Свояк, когда помер, под голову ему клали. Что соскочил, пить захотел, что ли? В ведерке возьми там. Холодная, студенок, зубы ломит. Обои у старухи моей, когда я пью. Ой, устал сегодня, Миша, я много накосил. Там ведь у нас трава жирная, высокая, сочная на кладбище-то. Да, зря я, наверное, вылез. Я говорю, зря, наверное, из колхоза-то я вышел. Сейчас бы, может, и не косил бы, а какую-то руководящую должность имел. Мне цыганка давно еще на вокзале нагадала. Говорит, будешь ты высокоруководящая птица, председятел. А это начальник по-ихному, по-цыгански. Да ну, какой из меня сейчас руководитель, ладно, господи. Своровать-то не могу ничего. Они, видишь, что и армию даже всю растащили. Ой, тоже. Вот так вот китайцы нападут, а урожай убирать некому. Вот так придут китайцы к нам домой-то. Тук-тук. А мы в ту-ту уехали на рыбалку. Ты, я и рыба. О, завтра я тебя в семь часов разбужу. Спи давай. Лодку возьмем, мотор поставим. Червей накопаем. Хорошо. Ой. Я говорю, хорошо, что мы их, а не они нас. Ой. Чего не приснилось, что-то как только лягу, они лезут и лезут в башку. Эти блохи-то. Дома-то их нету. А под навесом, как заночуешь, они прямо скочут и скочут по тебе. Да крупные такие прям. Все в раз скакнут, задавить могут. Ты спи, сынок, спи. Отдыхай. Ой, господи. А, Миша. Миша. Клюет. Клюет, Миша. Тяни. Тяни, шибче. Скорее. Сильнее тяни. Греби. Ну. Скорее. А. А. Греби. Не везла-то где. Не мотором греби. Ну. Ап-ши. Ох ты, господи. Да что ж такое. Вот это сон. Сынок. Ой. Приснилось-то что. Будто бы мы с тобой русалку ловили. На мотыля. А. Здоровая такая племенная попалась. А. Сорвалась. И прямо все. Лодка перевернулась. И все. И мы прямо как-то интересно. Ну во сне же плывем, главное. На тебе. Ага. А у тебя перепонки большие между пальцев-то. Быстро плывем. Аж без козырку сдуват. С меня-то. Аж портки с мыла. С тебя-то. Я еще дурак возьми скажи. Мол. Быстро плывем, Мишка. Хорошо. А ты, дурак, возьми, рот да раскрой. Ага, мол. И пол реки заглотнул. Титаник, блин. Да ну. Я-то выплынул, а ты-то нет. Прям пошел на дно этими руками с перепонками. Мне махаш, махаш на прощанье-то. Пузыри пускаешь, пускаешь. Не поймешь. То ли ты утонул, то ли со своими остался. Ихтияндер, блин. Ой, не. Завтра пешком пойдем на рыбалку. Хрен тебе не лодку. А то, что не приснилось, то сбудется всегда. Прям в последнее время не знаю, что делать. Тогда тоже это Никитична кольцо-то в этот в колоде сранило. А мне как раз перед этим приснилось. Подхожу к колодцу. Хочу воды взять. А мне оттуда... 400 рублей литр. Да ну, что попало. Что не приснилось, все позвалось. Так что пешком на рыбалку пойдем. Ой, как лягу. Прям в голову лезут и лезут эти картошки. Я же сегодня два раза ужинал-то. Без тебя и с тобой. Вот завтра один буду. Без тебя. А что ты ворочаешься на койке-то? Осторожней. Сильно дернешься, она рухнет. Опять улетишь в этот, в подпол-то. К этим прям, к мумиям. Ну, да мумии у меня там штук 40. Кот мышей-то не жрет. В подпол складат. А когда кто заночует, из гостей одну-две на подушку приносит. Подарок. Ага, ложит и ложит. Ложит и ложит. Когда мышей, когда просто ложит. А ты спи, сынок. Башку только сунь под подушку. А то сусед может кирпич бросить. Он на меня в обиде. Я чего в печке-то лег? Стекло-то я себе вставлю, вот в глаза тебе как. Так что, Миша, если ты у меня остался, ты уж сначала выспишь как следует. А уж потом мы с тобой такие каникулы оттопырим, до самых лысых волос помнить будешь. АПЛОДИСМЕНТЫ